Итоги полугодия подвели сегодня в Маргаушском районе. Подробности у Дмитрия Ковалева. В спорах вокруг школы села Кошмаши можно поставить окончательную точку. В администрации района взвесили все за и против. Эксперты признали здание аварийным, проводить уроки в его стенах небезопасно. Глава республики отметил, что рисковать здоровьем детей недопустимо. Ученики будут переведены в другие школы, вопросы с их подвозом решены. Наша задача 1 сентября, чтобы дети были распределены по школам. Это ваши полномочия под координацией Министерства образования. И все нормально, комфортно, дети будут обучаться. Родители отдельно, может быть, какой-то дискомфорт будут чувствовать, но беды здесь никакой нет. Школьные автобусы мы еще две единицы выделяем, об этом договоренности есть. Конечно, в перспективе может быть и школа новая будет построена, программу мы актуализируем. Другие школы муниципалитета к учебному году готовы и прошли проверку. Жаркая пора сейчас на полях. Уборочные работы начались поздно и пока район отстает от намеченного плана. Михаил Игнатьев призвал ускорить темпы. На помощь местным аграриям могут прийти коллеги из других муниципалитетов. Надо подтягиваться. По республике практически мы переваливаем сегодня за половину уборку урожая зерновых и зернобобовых культур. Яльческий район является лидером. Практически они работают, можно сказать, в круглосуточном режиме. Первостепенная задача для властей района увеличивать долю собственных доходов в бюджете. Резервы есть. Большие доходы в казну может принести муниципальное имущество, которое сейчас находится в аренде. Условия 2017 года. Основной нашей задачей в части вопроса в бюджетной регионе является выполнение условий заключенного соглашения по повышению эффективно использования бюджетных средств, увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнению установленных контрольных показателей и соотношений. Напомню, что по условиям соглашения мы должны обеспечить рост собственных доходов не менее 5,8%. В муниципалитете забуксовала программа «Безопасные и качественные дороги». Ремонт одного из объектов подрядчик затянул. Ситуацию на постоянном контроле держат не только районные власти, но и региональный Минтранс. По ложке межатора северной компании «Партнер Холдинг» не укладывается график проведения производства работ. На сегодняшний день из предыдущих 33,7 миллиона рублей освоено всего-то полтора миллиона рублей. Еженедельно на объектах с участием работников Минтранса мы проводим планерки. Маргаушский район нуждается в инвестициях. Производственные мощности сейчас расширяет предприятие «Сеспель». Благодатной нивой для новых проектов может стать федеральная трасса. «В идеале, конечно, нужно постараться вот эту полосу, которая прилегает к М7, сделать свободной для будущих инвесторов. Я понимаю, что там, наверное, частные собственники уже есть, и это было бы сделать сложно. Но, по-моему, одно из них – это СХПК, на которое, возможно, район может повлиять. Вот это было бы очень хорошо, и поставить таблички «Свободно для инвестиций». На рабочей встрече с руководителями района Михаил Игнатьев отметил, что у муниципалитета колоссальный потенциал. За прошедшие 7 месяцев было сделано немало, и теперь есть все шансы вырваться в лидеры. Поддержка со стороны правительства будет увеличиваться и дальше. Только в этом году из регионального бюджета Маргауши получили порядка 500 миллионов рублей. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.